В Верхнюральском районе продолжают вручать персональные поздравления президента России ветеранам войны в связи с юбилейными днями рождениями. Так 1 июля 95 лет отметила жительница Верхнюральска Валентина Карповна Фролова. Глава района Сергей Айбулатов лично приехал поздравить юбиляршу. Теплые слова поздравлений и подарки приготовили Управление соцзащиты и Городской совет ветеранов. Валентина Карповна, повидав за свою жизнь немало испытаний судьбы, сегодня проживает с дочерью и желает всем долгих лет. Добре, в чистоте, в порядке, это, конечно, очень важно. Мы от всей души вас тоже поздравляем, что ваша мама дожила до 95 лет. Благодаря дочери. А я хочу это же благодаря тому, что сначала родители ухаживают за детьми, у нас же всегда так, а потом уже дети ухаживают за родителями. Поэтому вам огромное спасибо, что мы имеем возможность пообщаться с 95-летним человеком. Это сейчас не так часто бывает. В рамках недавно введенной практики выездных приемов главы муниципалитета в поселениях, 2 июля жители Карагайского обратились к районной власти со своими вопросами. Сергей Куликов, местный депутат, пообщался по работе депутатского корпуса в сельских советах. Анатолий Чернов от лица жителей сделал обращение по ремонту социальных объектов поселков Урлединский и Александровский. В Урлединском путье мы начнем совместно, значит, плотную строю, да, это глава поселения, депутат и глава района. Мы по шагово поедем. То есть по шагово мы первое, что сделаем, это изготовим документы. Правильно? Начальник казачьего штаба Александр Киржацких обратился с предложениями по празднованию юбилея Карагайского в начале сентября. У нас даже есть рекомендации, совет, оргкомитет от администрации, от ДК, от казачества, от пациента, от совета ветеранов, от женсовета, от ИП, чтобы они, ну, по два, по два, два человек. Они чтобы сейчас нашли репутаты. Александр Киржацких Сергей Айбулатов вручил грамоту от заместителя губернатора области за вклад и подготовку в проведение выборов президента на территории микрорайона Карагайский бор. Руководители района и поселения обсудили пути решения обозначенных проблем. Далее главы района и поселения осмотрели, как разместились сотрудники почты в местном Доме культуры по причине сгоревшего помещения почтампа. Следующий прием граждан глава района проведет в селе Степное 16 июля в 15.00. Место проведения приема – здание поселковой администрации.